Здравствуйте! Это проект «Теледоктор» на Первом городском телеканале. Меня зовут Наталья Болдинская. Сегодня будем говорить о теме, которая в первую очередь, наверное, будет интересна родителям маленьких детей, но и взрослым в том числе. Итак, молочные зубы. Влияет ли их здоровье на формирование затем коренных зубов, как ухаживать за зубами малышей, и не только за зубами, и взрослых также поговорим сегодня, и о профилактике зубных болезней. У нас в гостях Анастасия Эстрова, детский стоматолог. Добрый вечер! Здравствуйте! Приятно тебя видеть у нас в студии. Спасибо! Ну, первый вопрос. Очень слышала несколько мнений в интернете встречается о том, что нужно ли лечить зубы детям. Ну, в том смысле, не проще ли их сразу какие-то выроды, удалить. То есть, все равно вырастут вторые. Ваше мнение как специалист? К сожалению, это ошибочное мнение. Потому что молочные зубы – это такие же зубы, как и постоянные зубы. И они являются фундаментом для дальнейших постоянных зубов. Поэтому, если есть кариозные процессы у деток в молочных зубах, обязательно нужно лечить. Потому что это тоже воспалительный процесс. Он, в принципе, влияет на весь организм в целом. То есть, если запущенные молочные зубы, с большей вероятностью все-таки будут болеть зубы постоянно? То, что постоянные зубки прорежутся уже с каким-то дефектом. Это может быть или гипоплазия, или даже уже с кариозным процессом. Когда, к сожалению, молочный зуб очень сильно разрушен, и уже в нем длительный воспалительный процесс, может даже погибнуть. Зачаток постоянного зуба. И ребеночек окажется и без молочного, и без постоянного зуба. А вот в связи с тем, с изменениями в продуктах питания, очень много сахара сейчас во всем и так далее. Влияет ли это на здоровье зубов? Замечаете ли вы за последние 5-10 лет по вашим маленьким пациентам? Какая ситуация с этим? К сожалению, конфеты, как мы все привыкли, они не влияют на кариозный процесс. Я вам говорю это очень честно, потому что мои дети всегда удивляются. Что, можно? Говорю, можно. Можно есть конфеты, очень смело, но нужно следить за гигиеной после конфет и после всего остального. К сожалению, наши родители неправильно чистят зубки или же не придают этому особое внимание. Поэтому конфеты смело можно кушать. Проблема в том, что детки не едят твердой пищей. Вот это проблема. Вот. И поэтому зубки сами не выпадают. Родители так ждут, чтобы они выпали. Они перестали есть твердую пищу, перестали есть яблочки, огурчики, морковочку. У нас, к сожалению, мамы сейчас все перетирают на блендере. Поэтому это вот очень приятно. Даже для детей, которые уже, в принципе, могут грызть. Да, однозначно. Живание, активное живание, это очень классный такой стимул для роста челюсти, ну и, конечно же, для здоровья зубов в целом. Если ребенок отказывается есть твердую пищу, что делать? К сожалению, нужно все-таки стараться как-то ребенка мотивировать. То есть поощрять ребенка не конфетами теми же, а поощрять яблоком и чем-то таким полезным. Это будет лучше поощрение, чем конфеты и все остальное. Насколько питание в семье влияет на питание ребенка? То есть если... Это, да, это очень важный вопрос. Потому что если дома родители привыкли кушать мягкую пищу, я не могу от ребенка требовать. То есть заставить его из него? Да, я просто чисто технически это не могу сделать. Поэтому, к сожалению, да. Наши родители тоже неправильно питаются. Сейчас у нас такая обстановка, что все едят фастфуды и все это на лету. Поэтому, к сожалению, и сейчас столько калисов у деток, и неправильные росты челюсти. Ну, в общем, очень много осложнений, скажем так. А все-таки по поводу конфет. Мнение о том, что сахар влияет, разрушает каким-то образом эмаль или влияет на здоровье зубов, это ошибочно? Сахар нет. Сахар влияет, это правда. Сахар залипает на эмаль и потом разлагает эту эмаль. Но если после конфет прополоснуть рот водичкой, тогда все становится хорошо. Поэтому конфеты смело можно кушать. Какие еще продукты, после которых нужно обязательно сполоснуть рот? Желательно споласкивать рот после каждого приема пищи. То есть вне зависимости от того, что ты... Да. Вот я всегда рекомендую своим родителям, что у ребенка всегда должна быть бутылочка с водой. Это не должен быть компот, это не должен быть чай какой-то, это должна быть именно водичка. А если чай без сахара, все равно не считай? Даже чай без сахара, это не очень хорошо, честно. К сожалению, натуральных чаев сейчас тоже очень мало. Поэтому лучше приучить ребенка с детства к воде. И это будет идеально для дальнейшей профилактики кариеса. Если ребенок привыкнет с детства, у него не будет потом проблем в более старшем возрасте. То есть одно из главных правил – это полоскать рот после еды. Да, обязательно. И два раза чистить зубки. Это идеально. Какие еще есть правила здоровых зубов у детей? Какие есть нюансы с формированием зубов, челюсти, вот этих всех внутриротовых процессов? Смотрите, ну самое важное посещать, конечно же, стоматолога. Я своих деток всегда вижу раз в три месяца. Я считаю, что это идеально. Не важно, есть у нас какие-то кариозные процессы, что-то болит или не болит. Всегда я всех своих детей приглашаю на профосмотр раз в три месяца. Тогда мы можем контролировать все процессы ротовой полости. Я могу контролировать, как у него правильно растут зубки, неправильно ли растут зубки, как он питается, как прорезываются постоянные зубы. Мы тогда не упускаем каких-то важных деталей, которые в дальнейшем могут повлечь за собой такие негативные последствия, как нарушение прикуса. То есть посещать детского стоматолога раз в три месяца. Да, я советую посещать раз в три месяца, потому что это на самом деле очень важно. И в дальнейшем мы тогда точно скажем, что у ребенка все было хорошо в течение этих трех месяцев. Почему вот такая вот картина? То есть либо же поменялось питание. То есть я тогда могу проанализировать, почему в течение трех месяцев у ребенка случилось вот такое вот. А бывает за три месяца уже что-то начинает бурно развиваться? Достаточно часто. Детки, это у меня такие всегда веселые ребята, говорю, у них всегда очень быстро проходят все процессы. То есть когда мы видим вроде как маленькое пятнышко, через недельку они уже приходят, и у них уже такой обширный кариозный процесс. Поэтому когда маму говорят, что у нас маленькое пятнышко, мы еще подождем, я всегда прошу, не нужно чего-то ждать. Потому что можно дождаться и уже отека щеки, и каких-то таких более глобальных последствий. Поэтому у деток очень быстро идут процессы, лучше сразу обратиться к стоматологу, не ждать, когда заболит. Со скольки лет приводят детей к вырекам? Самый маленький пациент – это годик. Я всегда мамам прошу, чтобы они приводили уже в годик. В годик уже у нас есть 4 зуба, может быть и больше. Также очень важно, чтобы мам скоординировать в годик по поводу профилактики кариеса. То есть когда уже есть даже эти 4 зуба, их тоже нужно чистить. И для мам всегда очень удивительно, как же это можно сделать. Это можно сделать. Сейчас очень большой рынок и щеток, и паст. И, пожалуйста, я всех очень прошу, чтобы они покупали пасты от 0 до 3, и щеточки маленькие, и старались самостоятельно вычищать. Потому что ребеночек, конечно же, этого сделать еще не может. Питание, в принципе, однообразное. Поэтому это очень важно – следить за гигиеной уже у малыша. По поводу пасты, ваши рекомендации. Здесь на что обращать внимание? На какой состав? Чего не должно быть возможно в пасте для детей? В пастах для детей очень важен… Ну, есть пасты кальций содержащие, есть пасты в торт содержащие. Это вас уже лучше скоординирует стоматолог непосредственно детский. Но самое важное, чтобы не было добавок таких, как СЛС, это обязательно, ну и всех остальных особо красителей. Не нужно покупать особо вкусные пасты, потому что там тоже очень много сахара, он не нужен деткам. Поэтому самое важное, чтобы в пасте был ксилитол. Это очень важный такой компонент, который защищает наши зубки от кариеса. Вот это один из важных компонентов. То есть даже детские пасты далеко не всегда безобидны и безопасны для детей? Вы знаете, у меня мамы очень боятся фторсодержащих паст. В нашем городе не нужно этого делать. У нас нету фтора в воде, у нас нету фтора в соли или там еще что-то. Поэтому вполне спокойно можно у нас покупать фторсодержащие пасты. Для того, чтобы ребенок отравился фтором, как мамы всегда боятся, нужно съесть два тюбика пасты. Ну поверьте, даже если мы съедим два тюбика пасты, я думаю, мы тоже не будем себя очень хорошо чувствовать. Поэтому мамы просто всегда должны контролировать. От нуля до трех доза пасты должна быть буквально рисовая зернышко, не больше. От трех до шести уже горошинка. Очень классно, что сейчас щетки для маленьких пациентов, они маркированные. И там всегда есть такая точечка посреди щеточки маленькая. Сколько нужно? Сколько нужно, да. И ребенку интересно, которые уже с трех до шести понимают, что вот моя доза и больше не нужно. Но это очень удобно для родителей, потому что, к сожалению, мамы тоже не всегда знают, сколько пасты можно использовать. Приходят ли к вам пациенты маленькие со сто процентно здоровыми зубами? Приходят. И это очень здорово. Я каждый раз очень радуюсь, когда у меня такие пациенты. Это пациенты, у которых очень ответственные родители, сто процентов, потому что мамы приходят уже со своими щетками, пастами. Они приходят, рассказывают, показывают, как они это делают. Это очень здорово. И когда я вижу вот такой вот стопроцентный хороший показатель, я очень радуюсь, потому что понимаю, что этот ребенок и в дальнейшем будет с хорошими зубами. А генетика играет здесь какую-то роль? Однозначно играет. К сожалению, да. Сейчас деток очень много с осложненной генетикой, потому что экология, ну, очень много факторов, которые влияют. Поэтому, да, к сожалению, генетика влияет. Если у родителей были, там, например, у мамы или у папы проблемы с зубами, то, скорее всего, пристально... Да, поэтому ребенок должен очень хорошо следить за этими зубками. Родители всегда должны контролировать все эти процессы. Изменились ли как-то способы лечения, ну, вот того же кариеса, распространенного за последнее время? Какие новшества появились? Вы знаете, мамы, которые приходят ко мне на прием, всегда вначале так с опаской, потому что для них стоматологическое кресло – это что-то страшное, что-то непонятное. И, Господи, что сейчас буду делать с моим ребенком? Сейчас все намного интереснее. Во-первых, у нас поменялись инструменты, которыми мы работаем. Они стали более изящные, более красивые. Ребенка можно как-то мотивировать, что вот там это волшебная палочка, а это там волшебная пчелка. То есть можно мотивировать ребенка как угодно на лечение. У нас есть еще такое серьезное оружие, как мультики. Поэтому главное подобрать правильный мультик. Мы зачастую в нашем приеме спрашиваем у ребенка, что он хочет посмотреть. Мы включаем им мультики, и с ребенком спокойно 20 минут можно работать. Мама, когда видит, что все спокойно, мы там делаем подушечку еще, садим их поудобнее. И, в принципе, 20 минут мы спокойно лечим, и все хорошо. Ребенок на следующий раз приходит абсолютно спокойно. Он приходит получить свой волшебный пластилин. Или же цветной, или белый, зависит уже от того, какой выбрал ребенок. Поэтому мама уже после первого визита потихонечку успокаивается. Ну а сама методика, как лечили кариес 30 лет назад, так и сейчас лечили? Грубо говоря, что да. В любом случае, как бы нам не было горько, мы все равно сверлим, конечно же, и делаем все то же самое. Но сейчас очень много таких уже нюансов, когда мы даже при анестезии, мы вначале делаем аппликационную анестезию. То есть сам уколы же ребенок не чувствуют так, как раньше это было. И анестетики поменялись. Поэтому сейчас, мне кажется, детская стоматология – это такая отрасль, которой дети уже не боятся так сильно, как боялись раньше. Не настолько. Несколько слов хотелось бы услышать и о взрослых, потому что нас смотрит и взрослая аудитория, конечно же. Какие здесь моменты, нюансы и советы вас, как стоматолога, в первую очередь? От чего страдают сейчас в плане зубов взрослые люди? К сожалению, даже взрослых пациентов я тоже принимаю, конечно же. Наши пациенты приходят, к сожалению, только когда уже что-то болит. У нас не на должном уровне профилактика. Поэтому я всегда тоже прошу, также и взрослых пациентов, раз в три месяца приходить на профосмотр. Не раз в полгода? Нет, раз в три месяца. Для того, чтобы не запускать какие-то… Если у меня есть какие-то тяжелые пациенты, я всегда их веду раз в три месяца. Прийти даже на профчистку, просто показаться и сказать, что у меня все, доктор, хорошо и все прекрасно – это очень важно. К сожалению, у нас этого нет, и пациенты приходят только когда уже болит. И когда болит, конечно же, это уже усложняет работу и доктора, и пациента. И осадок у взрослого уже пациента становится тем, что вот пришел, болел и стало больно, и дальше. Поэтому больше я туда не пойду. Поэтому профилактика – это залог здоровой улыбки не только деток, но и взрослых. Что могут делать взрослые, кроме того, как показываться врачу, раз в три месяца в лучшем случае? Какие еще ежедневные процедуры? Ежедневные процедуры – это чистка два раза в день, это щетка, ну, зачастую это средняя жесткость и щетка, если нету каких-то там парадонтологических проблем. Это ополаскиватели и зубная нить. Как бы это ни было грустно для многих пациентов, они говорят, доктор, я не знаю, как вы с ней справляетесь. Мне абсолютно не стыдно учить взрослых пациентов, чтобы они правильно пользовались зубной нитью. И это абсолютно нормально. Какие нюансы в чистке зубов для взрослых? Приходится ли вам объяснять, может быть, как правильно чистить зубы взрослым людям? Да, приходится. Притом, знаете, я очень рада, когда они не стесняются это озвучивать, что доктор, я не умею правильно чистить зубы. Это нормально, потому что его не научили еще в детстве. Поэтому сейчас даже можно научиться. Абсолютно нормально. Взрослые пациенты тоже могут приходить со своей щеткой. Я им все рассказываю, показываю. У меня есть еще такие фантомные зубки, на них я тоже показываю. Но лучше, чтобы он пришел со всем своим, и мы все ему показали уже на месте. Ну, а сейчас в эфире мы можем хотя бы какие-то нюансы или на словах рассказать, что важно при чистке зубов, сколько она должна длиться для взрослого человека? Чистка зубов должна длиться 3 минуты. Это очень удобно, особенно если есть детки. Мы покупаем песочные часы и чистим все дружно. Должна чистить зубки, должны чиститься 3 минуты. Начинаем мы с верхней челюсти. Мы не чистим зубки, как сапожники. Мы делаем выметающие движения. А обычно как? Обычно, когда приходят, говорят, я вот так вот почистил, и все очень классно. Нет, так делать не нужно, потому что потом возникают клиновидные дефекты. Это нехорошие дефекты, которые в связи с неправильной чисткой зубов. Нужно выметающими движениями аккуратненько вычищать зубки. Единственное, что вот такими движениями мы можем только жевательную поверхность зубов почистить. Остальное только выметающую. Таким образом мы будем и десну массажировать, ну и не будем повреждать десну. По поводу выбора щетки, насколько вот ассортимент, который представляют в супермаркетах, в аптеках, насколько он хорош по качеству и что рекомендуете? Вы знаете, может быть нельзя так говорить, но к сожалению, вот все супермаркеты, я не очень отношусь хорошо к этим щеткам и пастам. Потому что вот я заказываю сертифицированные пасты, и мы уже проверяли, они очень отличаются от тех паст, которые продают в сетях в огромных. Поэтому я бы советовала покупать пасты в аптеках. Покупать пасты, если это детские, только согласно возрастной категории деток. Ну а для взрослых это щетки средней жесткости, если нет каких-то проблем. Ну и пасты, главное смотреть, чтобы не было всяких химических добавок, и чтобы они не были слишком абразивны. К сожалению, на пастах не часто пишут, абразивность измеряется в определенных единицах, и я сколько проверяла, крайне редко ставят на наших пастах. То есть абразивность это вот эта жесткость, да, с которой... Да, да, это вот та жесткость, к сожалению, от которой могут быть трещины на эмали, могут быть царапины на эмали. Но, к сожалению, не все производители их указывают. Как тогда понять, как определиться? К сожалению, указывают абразивность паст только на пастах, которые имеют, скажем так, повышенную ценовую политику. Но вы можете сами тоже повыбирать. Так эта абразивность измеряется в РДА. Поэтому просто можно посмотреть на пасты. Если есть показатель РДА больше 50, то эту пасту желательно не брать. А абразивность, она дает эффект отбеливания или что? То есть на что это влияет? Да, к сожалению, да. Она вроде как вычищает, и у нас сразу такой эффект чистоты, и все хорошо. Но на самом деле она царапает эмаль, и потом даже могут поверхностные слои эмали стираться. И это не очень хорошо. Потом возникает чувствительность. Пациент приходит и говорит, доктор, что-то со мной не то. Я что-то лимоны ела, и все было хорошо, а сейчас как-то плохо. После использования такой пасты, да? Да, после длительного использования. К сожалению, наши пациенты не меняют пасты. Вот я всегда советую, что раз в 3 месяца мы должны менять пасту. Но, знаете, вот я чистила это и 5 лет назад, доктор, и все было прекрасно. А если паста хорошая, действительно, вот... А нужно менять в любом случае, потому что вот та микрофлора полости рта, она привыкает к этой пасте, и она так уже, знаете, начинает расслабляться, и начинают другие микроорганизмы развиваться в полости рта. Поэтому для того, чтобы все было у нас удобненько во рту, нужно обязательно менять раз в 3 месяца. Так же, как и щетку. Раз в 3 месяца поменяли. Я своим деткам говорю, чтобы было удобно, знаете, пришла зима, поменяли щетку, пришла весна, поменяли щетку. Тогда это очень комфортно, да. Настя, спасибо большое за интересную беседу. В конце программы мы посмотрим обязательно еще сюжет. А я напоминаю, что сегодня в гостях у проекта «Теледоктор» была детский стоматолог Анастасия Эстрова. В студии работала Наталья Болдинская. Спасибо за внимание. Будьте здоровы и до встречи. Молочные зубы образуются у ребенка еще в утробе матери. Сначала формируется пластинка, а уже потом появляются долгожданные зубы. Кто-то уже рождается с ними, а у некоторых они появляются только на 12 месяце жизни. Здесь все индивидуально, и в этом ничего страшного нет. Молочные зубки прорезываются в норме в 6 месяцев. Это нижние, центральные зубки. Но, к сожалению, сейчас есть и детки, которые рождаются уже зубками. Не нужно этого пугаться, это абсолютно все нормально, в этом абсолютно ничего страшного нет. Поэтому есть такое условие нормы, это 6 месяцев. Все остальное абсолютно ничего страшного. Могут прорезываться и в 7, и в 8. Есть детки, у которых прорезывание в год. Но с первыми зубами появляется новая забота – уход. Чистите ротовую полость. Ребенку нужно дважды в день специальной пастой и щеткой. Если этого не делать, может образоваться кариес, который медленно убивает детские зубы и требует их немедленного удаления. Основная проблема, к сожалению, для моих деток – это гигиена. Из-за отсутствия гигиены возникновение кариеса. Деткам нужно чистить зубки с 6 месяцев. Как только прорезывается зубик, с года вы уже первый раз должны посетить стоматолога. Часто зубы ребенку просто невозможно почистить. Малыш плачет и отказывается от этого. В этом случае эту процедуру нужно обыграть. Сейчас существует множество лайфхаков, как это сделать. Вот, допустим, задействовать специальный яркий календарь. Для того, чтобы мотивировать ребенка на чистку, вот у нас есть вот такие вот дневники чистки. Ребенчик вешает в своей комнате, где-то там в удобном для него месте. И мама может помогать ребенку в том числе. И они отмечают, когда они чистят зубки. Также для того, чтобы проверить еще чистку зубов, я своим родителям очень часто выдаю индикаторы налета. Маму в выходные полощут зубки, он окрашивается в красивый фиолетовый цвет и потом они его очищают. Поэтому это очень интересно. Но и поход к стоматологу можно сделать не таким страшным, как кажется детям. Сейчас стоматологи используют наклейки, игрушки, воздушные шары и даже включают мультфильмы по телевизору. В общем, создают максимально комфортную обстановку, чтобы страх перед лечением улетучился, так же, как и кариес молочных зубов. Елена Трунова, Никита Бондаренко, Первый городской. Субтитры создавал DimaTorzok